Всем привет! Сегодня будет шоппинг-влог. Мне нужно поехать в торговый центр. Во-первых, там почта, а во-вторых, мне нужно купить ребенку куртку Игнашке. И также я вместе с вами погуляю по магазинам, посмотрим, что же нового, интересного, модного, стильного появилось в новых коллекциях, попримеряем. Так что сегодня вместе по магазинам. Также я заказала несколько вещей из новых коллекций Zara и Mango. И когда они ко мне приедут, я потом уже засниму очередную часть влога. И скорее всего это будет не сегодня, так как обычно доставка занимает 2-3 рабочих дня, а я оформляла заказ в выходной день. Сегодня у нас понедельник, кстати. И когда эти вещи доедут, то мы вместе с вами посмотрим на них вживую. Потому что одно дело на сайте, совершенно другое, когда эта вещь находится у тебя. Ты можешь попримерять, посмотреть, как это все сочетается с тем, что у тебя уже есть. В общем, сейчас поехали. Первый магазин, в который мы наведаемся, будет Reserve. Это польский бренд и в последнее время их коллекции очень радуют. В жизни оттенки менее холодные. Посмотрите, какой роскошный костюм. Он прямо кричит о весне. Супер стильный, причем продается с брючками. Также есть юбка. Еще вижу платье. И вот такое платье и рубашка тоже на лето, на весну, куда-то на отдых. Хотя можно стилизовать по-разному. И приятный хлопок, довольно плотный. И пуговки мне очень нравятся. А вот еще и платье в такой расцветке с какими-то более современными деталями, с аксессуарами. Не будет смотреться настолько ретро. Если бы я работала в офисе, я бы к нему однозначно присмотрелась. И цена у него. Очень красивые, лаконичные черные лодочки. Я уже себе купила, поэтому я прохожу мимо. Но обратите внимание на то, насколько эта классическая модель. Не слишком закругленный носик, не слишком длинный. И, кстати, каблук обтянут кожей. Это очень стильно смотрится. И он довольно высокий. То есть это сантиметров, наверное, 10, может 11. Давайте померяем. Так, ну это, конечно, не люксовое качество. Вы, пожалуйста, тоже это учитывайте. Я меряю на колготки. Но обычно ношу лодочки на босую ногу. Колодка удобная. На свой 37,5 я взяла 38 размер. Каблук устойчивый. И на ноге смотрится очень аккуратно. Тоже пальчики не вываливаются. Это важно. Классные лодочки. Издалека увидела это, так как в этом году всякие цепи очень актуальны. У меня есть классный костюм из манго. И я думала, возможно, это будет что-то похожее. По качеству это какой-то ужас. Что это за сетка? Черт побери. И... Нет. Ни в коем случае еще есть юбка. О май гад. В этой коллекции Резервт очень много бежевых оттенков серого и желтого цвета. Платье тоже неплохое. Я сейчас составлю несколько нарядов. И потом уже в примерке покажу вам все на себе. Ткань натуральная, плотная. И у Резервт очень часто так, что что-то неплохого качества. Но большая часть это, конечно, полный трэш. У них много интересных юбок, плесе. Плессировка это тоже тренд этого сезона. Поэтому если хотите недорогую, интересную, модную юбку, то я не думаю, что стоит как-то особо вкладываться. Вот это, конечно, сами понимаете, сами видите, да? Еще одна юбочка. У меня столько юбок плесе, что мне вообще нельзя смотреть в их сторону. Здесь такая мелкая клетка, универсальная расцветка. И рядом висит тоже интересная кофточка с пуговками. И вот эти ботинки. Девочки, я стрела высокая, стройная. И вообще можете себе позволить носить такую обувь. Или не заморачиваетесь по этому поводу. Это вот прям интересная модель с таким асимметричным каблуком, с большой пряжкой. Кто мне запрещает такой носить, собственно? Если захочу, то буду. Мне пришлось по душе сочетание такого горчично-желтого с бежевым. И я обязательно попробую. Интересный момент. Смотрите, очень такая стильная кофточка из приятного материала. Я хотела взять себе побольше размер, чтобы она так свободно сидела. И думала, что это где-то М, а это XL. И еще куда они их забрали? Только что здесь стояли классные кроссовки. Что-то пошло не так. Вау, я просто влюблена. Вот это они постарались. Смотрите, здесь и заколки разнообразные, и серьги всякие. Я не заглядывала на их интернет-страницу, но это же восторг. И у меня сейчас просто отвисла челюсть. Честно говоря, я постараюсь найти вам ссылки на все, что я сегодня показываю на похожие модели. Так как я знаю, что многие из вас проживают в городах, где, к примеру, нет стационарных магазинов. Поэтому смотрите, нажимайте стоп. И мою личную подборку ищите в инфобоксе. Плетеные серьги, которые я показывала еще в прошлом году, тоже есть. Единственное, чего я не вижу, это ракушки и всякие, знаете, типа как монетки. Я ищу идеальную модель таких кроссовок для себя, но пока что все, что я примеряю, это полный трэш. Вот эти, кстати, кожаные, и мне нравится цветовая гамма. Попробую, посмотрим, что из этого получится. Я кое-что выбрала, сейчас буду наряжаться. Кстати, сегодня на мне тоже юбка из новой коллекции, только это H&M. Я в довольно удобном наряде и в футболке, так как здесь очень жарко, я заранее знала об этом. Так что подготовилась. Юбка, какая юбка? Сумка Кочаровская, мне она нравится, супер стильная. И футболка у меня с распродажей Мангл. Я очень хотела составить монолук, но с этим костюмом не особо получилось. Он у меня в 34 размере и, к сожалению, смотрится как униформа. Вот, что-то как-то не совсем. Сумочка интересная. Вы мне писали, что на Алиэкспресс таких полно. Я на распродаже прозевала ту, которая мне очень нравилась в резерв. Я вставлю картинку, какая именно. Если кто-то из вас купил такую же на Али и может мне ее посоветовать, пожалуйста, поделитесь со мной ссылкой. В этом наряде мне нравятся вот эти серьги. Я бы добавила какой-то светлый платок и светлую обувь. Но, к сожалению, не было никаких белых лодочек. Давайте попробуем еще с вот этими страшными кроссовками. Хотя они такие прикольные. Не знаю, мне почему-то начинает нравиться эта уродливая мода. Ну вот, не знаю, на картинках мне нравится такое сочетание. Лично на мне как-то слишком простенько. Очки тоже резерв. Ну, знаете ли, они настолько легкие и удобные. Напомню, что это кожа. Но они слишком широкие. То есть 37-й мне однозначно будет маловат. А 38-й слишком широко. Хотя они очень стильно смотрятся. Наверное, те, кто не любят такие кроссовки, сейчас сидят и плюются у экрана. Даже с такими вот никакими брюками сразу более стильно все выглядит. Где моя сумка? Скажите? Нет, этот костюм мне точно не подходит. Но как идея сочетания. Будьте осторожны, потому что такая же модель лодочек в красном цвете и в беже представлена из искусственной кожи. Я уже начала засматриваться на бежевые и потом обратила внимание на то, что нет, это небольшой обман. Но факт остается фактом, они очень красивые. Дубль 2, кое-что цветное в сочетании с черным. И давайте. Так, у меня получился такой наряд с характером. Я редко выбираю что-то такое контрастное, но мне нравится сочетание цветов. Куртка великовата, 36 размер. Видите, и рукав, и по плечам тоже заметно. Мне нравятся очки. Я от них балдею. Прям такие, знаете, секси-секси. Мне не очень характерно. А, и взяла примерить ботинки. Вот знаете, мои идеальные зары. Они мега удобные. Эти чуть более жестковатые. Моя мама покупала себе на Алиэкспресс. Очень похожие. И по удобству они один к одному. Как вам такой наряд? У меня, так как я сказала, много юбок в плисе. Это в 36 размере. Обычно я беру на размер больше, чтобы ничего нигде не сдавливало. И обычная базовая черная футболка. Пойдем дальше. Хотите прикол? Посмотрите, в каком стиле здесь туалеты. Это вообще никаким образом не связано с тем, что находится вне. Но прикол в том, что здесь везде сантехника Дайсон. И, короче, когда ты моешь руки, то все нормально. Но когда начинаешь сушить... Все вот эти брызги летят тебе прямо в лицо. И я уже не раз выходила отсюда с испорченным макияжем или прической, или просто вся обляпанная. Вот так. Я заглянула в Сифору. Здесь вот, посмотрите, сколько оттенков ее корректора, консилера. И мне очень нравится. Вот эта помада когда-то я обязательно ее приобрету. Это оттенок Uncapped. Или как-то так. Сейчас закончилась скидка. И я вообще, по-моему, ни в чем не нуждаюсь. Но когда-то... А, и вот еще пудра. Тональная мне не подходит. Как-то для сухой кожи это слишком стягивает. И вообще выглядит маской. Упаковка очень красивая. Девочки, у кого есть такая пудра, я просто не знаю, какой оттенок выбрать. Здесь и лавандовые какие-то были. И вообще, вижу, что некоторые цвета распроданы. Скорее всего, самые популярные. Он очень плотный. Когда-то я к нему я доберусь. Слушайте, я перепробовала несколько оттенков. Пигментация у них ого-го. Но ни один мне не подошел. Просто в Сифоре есть консилер-корректор, которым я постоянно пользуюсь. И который мне хорошо подходит по цвету. И вот попаданий не случилось. Так что вот такая огромная гамма. А я ухожу ни с чем. Я добралась до Зары. И здесь уже все такое весеннее. Интересное платье. Как бы миди, но спереди чуть укороченное. А эта сумочка, это же One Love. Вот эти плетеные, они снова будут актуальны в этом сезоне. Так что если в прошлом году вы их по какой-то причине не купили, не успели или еще что-то, у вас были сомнения, но вы созрели. В этом году с разными такими деревянными элементами тоже в тренде. Эту куртку я видела онлайн, и она показалась мне какой-то слишком большой. А сейчас я смотрю, это вельвет. И почему бы и нет, вместо такой, знаете, джинсовой. Я заказала джинсовую, буду возвращать, так как она как-то такая подстреленная, укороченная. Может с этой попробую. Вот еще и бежевая, они есть в нескольких цветах. Я таки надела эту куртку, что она как-то выглядит как тряпка. Вы не находите? Или наоборот, такое сочетание чего-то очень элегантного и потрепанного. Мне не очень комфортно. А вот такие же сапоги, как у меня, кремовые и карамельные. Если вы пропустили предыдущие видео о покупках, я оставлю ссылку. Очень классные, очень удобные и качественные. Еще есть такие сумочки. Мне очень нравятся всякие такие как бы ракушки. Я обязательно буду искать для себя что-то в похожем стиле. Только скорее всего однотонную. Вот еще есть такая. Я уже прошла одну-вторую магазина. И вообще как-то странно, пока что мне ничего не приглянулось. Очень скучно. Онлайн было гораздо больше каких-то интересных вещей. Что это? Вы мне можете сказать? Я ничего не стану примерять. То, что я показывала в самом начале, это, пожалуй, самое интересное, что у меня здесь повстречалось. Массимо Дутти, как обычно, все очень спокойное. Но некоторые вещи действительно очень-очень хорошего качества. И я нашла тоже интересную модель кроссовок с такой большой подошвой. Их я обязательно примерю. Еще несколько вещей. У меня очень много жакетов, поэтому сейчас на экране должен появиться такой эмоджи в виде разбитого сердечка. Так как этот жакет, это... И к нему же идет такая юбка. Мне кажется, что он с примесью шерсти. Вот эти гольфики от Массимо я тоже очень люблю. Всегда, когда вы видите на мне что-то такое, это или Бенетон, или Массимо Дутти. Вот кроссовочки. Мне очень нравятся вот эти. Но они все, все-все, я уже пересмотрела, загибаются здесь. Очень красиво. Как бы тонкая кожа. И во время носки это будет выглядеть отвратительно. Я нахожусь в поиске какого-то ремня с серебристыми элементами. Этот смотрится неплохо, так как он классический. И мне кажется, что довольно долго будет актуальным. В общем, жакет на мне 36 размера, так как 34 нигде нет. Он везде распродан. Мне кажется, что это о чем-то говорит. Он действительно теплый. Если у вас затяжная весна, такая прохладная, с непонятной погодой, когда то холодно, то тепло, то я думаю, что еще имеет смысл что-то такое приобрести. Но Mango, тот жакет, который у меня есть, сейчас все еще в продаже. И нашла, посмотрите, что. Вот такие черные скинни джинсы. Но они не совсем черные, а с такими пятнышками. У меня есть похожие лоферы, или как они правильно называются, бордовые. И вот кто спрашивал, где такие приобрести, то тоже есть Massimo Dutti. На широкую ногу я взяла 38 размер. Они как-то, видите, немножко оттопыриваются. Короче, надо мерить. Издалека это выглядит вот так. И мне нравится, когда жакет подвязан таким образом. Возьму чуть подлиннее ремень, я всегда прокалываю несколько дырочек, и потом очень стильно завязываю это все. Так что я всегда выбираю L или XL. Штанишки не знаю. В Stradivarius очень много повторений того, что мы уже видели. Батильоны, такие батильоны-чулки. А он говорила, что они хорошие. Черные есть и красные. У нас в Stradivarius есть очень много разных планеров, и также кое-что для дома. Именно для декора. И в розовом золоте, и просто в золоте, и в мраморе. И видите, какие-то надписи, еще есть буковки. И вот такие украшения на стену. И для бижутерии. Планеры есть, как, знаете, такие на неделю, так и просто. Это не тестер, скажем так. Такая супер сборная солянка. Очень мало каких-то ярких цветов. Ничего не встретила в модном коралловом, самом актуальном. Поэтому взяла какие-то вещи, которые между собой не особо сочетаются. Ну, посмотрим, что из этого получится. Просто хочется примерить какие-то актуальные фасоны, актуальные модели. Как, к примеру, вот эта блузочка. Она полностью из хлопка. Ну, короче, поехали. Такой наряд у меня получился, и я в восторге. Я так ходила бы. Не забывайте, что я не заделываюсь под стилиста. Просто примеряю то, что нам предлагают магазины. На мне сапоги казаки. Колготки мне пришлось снять. Здесь все-таки лучшее освещение, и видно, насколько красивый вот этот зеленый. Кардиган. Акриловые, конечно же. Вот эта рубашечка мне очень нравится. Джинсовая юбка, ну, на любителя. И сумка, которая напоминает Диор. Седло, да. В общем, мне кажется, что неплохо получилось. Такое, как бы, базовое сочетание. Сейчас сниму кардиган, и посмотрим блузочку. Нашла очень интересные штаны. Я взяла себе их в 36-м размере для того, чтобы они сидели так немножко свободно. Мне нравится завышенная талия, и, наконец-то, я не похожа на обтянутую колбасу. Зачем так вешать клипсы, чтобы не можно было примерить пояс? Я не понимаю. Ремень. Очень классный выбор здесь. Мне понравилась вот эта пряжечка. Давайте от нее избавимся. Вот эти три мне понравились больше всего. Цена адекватная. На Asos они подороже. Но, видите, вот эта штука мешает. Так что придется мне даже самой представить, как это будет выглядеть на мне. Блузочка. Вот она такая. Только что я ее заправляла, поэтому она помялась. Я вам говорила, что это натуральный материал. Смотрится очень-очень нежно. Я тут просто оккупировала две примерочные. Без колготок вообще так забавно. Решила померить такую кожаную юбку. Мне нравится, что она не слишком блестящая. Я взяла себе 36 размер, чтобы она не сильно меня обтягивала. Мне не помешал бы кто-то, кто будет меня снимать. Подружку какую-то взять в следующий раз нужно будет с собой. А то мне одно и сложно показать. Все одной рукой. И такая же юбка есть в цвете хаки. Вот думаю, может взять хаки. Потому что, в принципе, неплохо смотрится. И этот кардиган хоть немножко так висит. Но мне кажется, что так классно смотрится. Вот из-за цвета. Мне очень нравится такой теплый зеленый. Не холодный, а именно теплый. И я в синяках или нет? Прыгаю на скакалке. И иногда такой остается. Жалко, что вы сейчас не со мной. Не можете мне подсказать, брать или нет. Вот эти кроссовки, кстати, мне тоже понравились. Они легенькие. Они из сеточки, видите. То есть, как чулки. Как сапоги-чулки есть, да? То вот такого плана кроссовки. В прошлом году мой Томаш покупал похожие в Заре. И они ему очень хорошо служили. Но я не попала в размер. 38 большие, 37 маловато. А в Страдивариусе есть очень классные модели таких больших кроссовок. С этой подошвой. Я нигде не могу их выловить офлайн. Поэтому делюсь с вами ссылкой. Если они еще есть в наличии. И сама тоже постараюсь заказать. А вот такие же модели джинсов. Как я примеряла черные. Только светлые. И просто цвет донима. Я беру сразу две пары. Потому что они сидят идеально. Потихоньку подходит к концу. И вы будете смеяться. Но я сделала для себя огромное открытие. Что обычное кусковое мыло. Самое дешевое. Лучше всего отмывает бьюти-блендер. Поэтому я беру самое обычное мыло. Которое есть по акции. И продолжаю радоваться. Чистые губки. Я зашла в магазин Rossman. Это типа как в Украине. Ватсонс в России. К сожалению не знаю. И здесь представлены как польские бренды. Так и международные. К примеру Liren. Я помню когда-то пользовалась их кремом. И не могла понять. Почему у меня такие высыпания. Он мне конкретно не подходил. Возможно сейчас что-то изменилось. Потому что даже недорогие бренды. Очень-очень радуют. Вот эта марка к примеру Evra. Выпускает довольно неплохие уходовые средства. Здесь моя любимая Беленда. И у них сейчас появилась линейка с медом Manuka. Я как-то не знаю. Пропустила зимой. А сейчас не хочется покупать что-то такое питательное. Кто пробовал что-то из вот этих новинок. Скажите пожалуйста. Сыворотку обожаю. Вот это с зеленым чаем все стоит. И никак не может дождаться своего времени. Я не уверена что она агрессивная. Поэтому попробую еще весной. И идем дальше. Где-то года два тому назад. В нашем Росмане появилась японская марка Hada Labo. И все начали возмущаться. Что у них абсолютно другие склады. Нежели у тех популярных таких культовых средств в Японии. У них есть такой увлажнитель. Как бы лосьон для лица. Который самый продаваемый. У кого был девчонки. И где вы его покупаете. Мне хотелось бы попробовать. Говорят что это прямо бомба. Вы просили сделать тест марки Evaline. Он обязательно будет. Сейчас вот у них появились новинки. Посмотрите какие тени. Все самые популярные оттенки. И причем. Простите пожалуйста. Я сейчас все поскладываю. И есть в разных вариациях. Я вам говорила. Что мне очень нравятся их девятки. Мой любимый тональный крем. Что там еще. Вот эти матовые помады у них хорошие. И подводки. На этом все с примерками в торговом центре. Слушайте я купила себе самый большой кофе. Так как у меня вообще в принципе торговые центры забирают очень много какой-то жизненной энергии. Я не очень люблю бродить по торговому центру. Что-то примерять. Вообще сначала возьми перебери всю эту кучу барахла. Я немножко расстроена ассортиментом. Потому что мне казалось что раз в интернет магазинах есть столько всего интересного весеннего. Что тебя вдохновляет. То наверняка это есть в магазине. Дули две. Еще один такой небольшой вывод. Который я уже давным-давно сделала для себя. Это то что я люблю такие сборные солянки. То есть в каких-то магазинах мне нравятся базовые вещи. Где-то я покупаю что-то более актуальное. То есть я никогда не прихожу в магазин. Вот как сегодня. И не выбираю себе прям обувь, одежду и аксессуары. Чтобы все купить и выйти. У меня так не получается. Мне так не нравится. И я думаю что у большинства людей так. И также хотела бы еще раз сказать о том. Что я так же как вы скорее всего смотрю других блогеров. Которые рассказывают о том, что модно, что актуально. И потом когда ты приходишь в магазин, у тебя разбегаются глаза. Ты не совсем представляешь как это все сочетать. Поэтому давайте будем чаще ходить вместе по магазинам. Примерять, рассматривать все. Если вам понравилось, то не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. На этом мы еще не прощаемся. Я вам покажу несколько покупок, которые приехали ко мне. Я надеюсь, что я досниму эту вторую часть. Так что до встречи в следующей части блога.